здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок героем сегодня нашего выпуска будет препарат байкал препарат байкал довольно известен уже давно и весьма популярен у садоводов и огородников также вызывает удивление что он популярен не только у садоводов огородников но также у людей которые считают что придерживаются здорового образа жизни и используют его не совсем по назначению сегодня мы поговорим с вами о микробиологическом составе этого препарата что в нем действительно можно найти чем это может нам помочь в саду и стоит ли пользоваться этим препаратом нужен ли он нам будет сегодня разговор исключительно о микробиологической составляющей этого препарата что касается его прочих эффектов на проростки вот тут есть такие просто очки у меня разные разных растений есть проростки томата есть проростки кукурузы вот здесь под крышками в таких банках мы поговорим еще с вами дополнительно когда будем разговаривать о предпоседной обработке семян и об использовании биопрепаратов ну а сейчас только о том что мы можем в этом препарате найти давайте сперва разберемся о каком препарате идет речь речь идет о препарате микробиологическое удобрение байкал м1 продукция серии м для восстановления плодородия различных типов почв выращивания овощных плодовых ягодных цветочно декоративных культур ускорение созревания компоста для чего он предназначен что он делает активизирует деятельность полезной почвенной микрофлоры обеспечивает накопление питательных веществ ускоряет начало цветения увеличивает количество завязей и период плодоношения и так далее каждый из вас принципе может почитать эту рекламу на самой бутылке состав молочнокислые фотосинтезирующие бактерии бактерии фиксирующие азот сахаромицеты и культуральная жидкость прежде чем начать посевы на чашки петри этого препарата мы его посмотрели в микроскоп сделали вот такие вот препаратики стандартные и посмотрели что же там есть внутри как вы можете видеть на фотографиях и на этом видео мы там нашли обильное количество небольших палочка видных бактерий по сути в препарате больше ничего никаких бактерий и не было эти же самые результаты нам дал и посев на чашки петри на чашках петри даже в разведении 1 к 1000 а это очень маленькое разведение для подобного рода препаратов мы нашли очень небольшое количество бактерий основная масса бактерий была это как раз таки вот такие же точно небольшие палочка видны и неподвижные бактерии при посеве на специальные среды оказалось что это не что иное как кисломолочные бактерии кисломолочные палочки подобного рода бактерии вы можете найти также в квашеной капусте в кислом молоке ну и других продуктах кисломолочного брожения поэтому поскольку вот на препарате производитель написал что молочнокислые бактерии здесь есть в этой части он совершенно не соврал все сказал совершенно верно что касается фотосинтезирующих бактерий бактерий фиксирующих азот то к сожалению в этом препарате мы их не нашли несмотря на то что мы использовали специальные среды для культивирования среду эшби для выявления азот фиксирующих бактерий никаких таких бактерий здесь обнаружено не было кроме того здесь не было обнаружено ну каких-то антагонистических фосфат мобилизующих бактерий ну то есть тех которые являются агрономически полезными не были обнаружены здесь какие-нибудь и псевдомонады будь то флуорестенс или еще какие-то которые стимулируют рост и развитие растений с другой стороны здесь производитель и не обещал что здесь какие-то псевдомонады путида и так далее здесь будут найдены кроме того он обещал что здесь будут найдены сахаромицеты ну сахаромицеты по сути это дрожжи это те самые дрожжи которые помогают нам в производстве моченых яблок моченых овощей помогают нам в кефире помогают нам в хлебопечении в приготовлении вина и в приготовлении кваса вот к сожалению хотя сахаромицеты достаточно легко выделить даже из воздуха но вот в этом препарате никаких дрожжей найдено не было хотя вот если бы они здесь были то на питательных средах одновременно с бактериями уж тем более на специальных средах для сахаромицетов они бы выросли просто прекрасно но увы и ах их здесь не было вообще когда я открыл сам препарат я услышал характерный такой как для минеральной воды звук потому что он шипит он пенится он представляет из себя вот такую вот жидкость очевидно что он набалтывается на ну какой-то каких-то отходах производства может быть сахар на сахара из свеклы а может быть крахмала из кукурузы но вот такой характерный цвет есть как у многих биопрепаратов темный действительно происходит достаточно активное газообразование запах у него ну такой кислющий я бы сказал ну не не гадкий в общем довольно приятный запах и когда я открыл только эту бутылку конечно я сразу порадовался что там есть некое живое начало и там все хорошо но к сожалению бедность микробиологического состава этого препарата ни в коей мере не позволяет мне назвать его таким ну как микробиологическим удобрением содержащим живые микроорганизмы которые являются агрономически значимыми и которые помогут нам в выращивании растений что такое культуральная жидкость каких именно бактерий это культуральная жидкость сказать сложно здесь это не указано ну культуральная жидкость из под различных бактерий микроорганизмов конечно может обладать фитостимулирующим эффектом стимулирующим фитоиммунитет эффектом разными антагонистическими свойствами против патогенов тем более что среда здесь имеет слабокислый такой характер что в общем-то довольно губительно для многих патогенных микроорганизмов которые вызывают болезни у растений одним словом я бы сказал так что этот препарат скорее хорош для приготовления квашеной капусты и домашнего кваса нежели чем для использования в агрономических целях ну а с учетом того что вот такие пол-литра этого препарата стоят 3 доллара у нас в магазинах минске то я бы наверное предпочел взять лучше молочную сыворотку с теми же самыми молочнокислыми бактериями или ну любой другой подобного рода продукт для обработок но это еще раз что касается именно микробиологического состава в этом смысле когда я посмотрел содержание вот этих микроорганизмов в этом препарате могу сказать что даже сияние 1 меня уже радует больше чем вот этот вот байкал м1 вот в такой вот бутылки но по отзывам наших подписчиков я слыхал что он бывает разный этот байкал разных производителей в разных упаковках от разных продавцов и вроде бы как с очень очень разным действием ну что касается вот этого свое мнение я вам высказал что каких-то эффективных агрономических микроорганизмов здесь к сожалению нет любая горсть земли из-под хорошего лиственного дерева будет гораздо более эффективно чем вот такой вот дорогой и весьма дорогой препарат что же касается его фитостимулирующих свойств ну поговорим об этом немножко позже других наших выпусках чтобы не пропускать их подписывайтесь на наш канал для получения удовольствия уведомлений нажимайте на колокольчик под этим видео на этом я с вами прощаюсь задавайте свои вопросы всего хорошего